Нафиг Хабиба. Это будет моя третья защита пояса. Чемпионство реальное, а никакое не временное. Чемпионат настоящий, только чемпионское дерьмо. Всем привет! Вы смотрите Тру Джим, и с вами свежинцев Роман. 10 мая наконец-то состоится UFC 249, и походу в этот раз уже ничто турниру не помешает. Конечно же, для большинства интересен главный поединок вечера между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи. За временный титул чемпиона в легком весе. Если победит Тони, то будет шестая попытка устроить его бой с Хабибом Нурмагомедовым. Причем сам чемпион говорит, что готов провести бой уже в июле. А как вы считаете, сможет Фергюсон выиграть 13-й бой подряд в UFC? Или Гейджи будет ему не по силам? Пишите ваше мнение в комментариях. И если вы хотите поставить на этот бой, то париматч дарит новым игрокам страховку до 2000 рублей. Если прогноз на бой не сыграет, получите свои деньги обратно на счет. Кстати, на победу Тони решением судей над Джастином дается коэффициент 6. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии и выбирайте своего победителя. А я предлагаю вам послушать все самые яркие высказывания обоих бойцов друг о друге. Сделал для вас хорошую подборочку. Приятного просмотра, друзья! Твой бой против Джастина Гейджи будет потрясающим. И из-за отмены боя с Хабибом многие люди забывают, насколько он стоящий. Так и есть. Джастин Гейджи не любитель посидеть на жопе, как Хабиб. У него имеется техника и есть кондиции. Тем более моя подготовка длится с какого времени? Ноября? Декабря? Да блин. Я уже сбился со счета. Я ждал Хабиба месяцев 5 или 6. Но не изменилось ничего, только имя противника. Я выйду и буду показывать бой в своем стиле. И совсем не важно, что там сейчас происходит в мире. Как спортсмен я буду выполнять свою задачу. То, что мне необходимо делать. Мы на вершине. Наш спорт идет вперед. И мы это поддержим. И я даже, блин, не знаю и даже не хочу объяснять, как я работаю сейчас. Мои спарринги проходят без накладок. Это спарринги на голых кулаках. Никто из вас такого не видел. Каждый, кто видел, как я тренируюсь, все просто охреневали. Я выйду на бой и покажу лучшее. Победа или поражение, я выйду туда как гребанный мужик. Хочу ли я всегда побеждать? Да, так и есть. Это соревнование. И ради этого мы сделаем все. Я готовился к этому 6 гребаных месяцев. И пока я не проведу этот бой, я никуда нахрен не денусь. Как думаешь, если этот бой не за главный титул, это каким-то образом может отразиться на твоем наследии? Ты говоришь «если». Говоришь «если». И это главная проблема. Никаких «если», только победа. Хорошо, спасибо, что исправил. Да, я люблю поправлять людей, и это моя проблема. Но к наследию это не имеет отношения. Я об этом совсем не переживаю. У меня одна забота, чтобы у моей семьи всегда была крыша над головой. И чтобы в конце концов они сами могли позаботиться о себе. На меня полагается много людей. И когда недавно я делал вес, меня не поддержал никто. И я взял все это на себя. Я сказал себе «Тони», я редко говорю о себе в третьем лице, но я сказал «Тебе надо сделать вес». Зачем? Ты обязан по контракту? Никто в мире этого не делает. Люди копируют мой стиль, поведение, тренировки. А это то, что никто не будет пытаться копировать. И я был прав. Но важнее, что это дало мне опыт. Понимаешь, Хабиб теперь не на радаре. Боя со мной он не хочет. Он хочет завязать со спортом. Как и Конор. И мне наплевать на кучку этих маленьких писичек. Только один человек реально хочет боя со мной. И он не потерял свои яйца. Это Джастин гребаный Гейджи. Мы выйдем и покажем фанатам охеренный бой. Как ты планируешь драться с Фергюсоном? Как и всегда, собираюсь отправить его спать. Он кардиомашина. И я буду идиотом, если соберусь провести с ним 25-минутное кардио. Я не помню, сколько у меня было запланировано 5-раундовых боев. Вроде 16. Я никогда столько не дрался и не планирую. Я предпочту быть вырубленным во втором раунде, чем победить решением после пятого. Я тебя услышал. Этот бой для тебя большая возможность. Да, так и есть. Если ты победишь Фергюсона, с кем бы ты хотел подраться дальше? Хочу боя с Хабибом, боя с лучшим в мире. О, мне нравится твой настрой. Майк, дело в том, что... Я хочу быть легендой, как ты, Майк. В этом бою победитель получит временный пояс. А значит, дальше будет бой против Хабиба. Именно этого ты ожидаешь от результатов этого боя. Уверен ли ты, что Хабиб будет твоим противником? Когда на меня оденут пояс, это станет отправной точкой. Можно сказать, отметкой на карте. Маршрутом до вершины горы. Именно так я смотрю на этот бой. Будет, конечно, приятно, когда на меня оденут пояс. Но... Но временный пояс для меня совсем не означает, что я стал чемпионом мира. Но да, я абсолютно уверен, что после боя с Тони я подерусь с Тони. Блин, я имел в виду, когда я побью Тони, Хабиб будет следующим. Ведь именно поэтому я занимаюсь боями, чтобы попытаться стать лучшим в мире. И лучше бы Хабибу попытаться меня убить, ведь иначе я не буду его уважать. Этого я ожидаю от каждого противника. Также и от тех, кто со мной тренируется. Я готов заплатить 500 баксов каждому, кто на спарринге заставит меня попотеть. Я люблю, когда на меня оказывают давление. Ведь по факту я всегда готовлюсь. Готовлюсь к войне, а не к забегу на 5 миль. Я правда готовлюсь к войне. Ты можешь положить конец пятилетнему проклятию боя Хабиба и Тони. Блин, как фанат я... Хотел бы увидеть этот бой больше, чем кто-либо. Но, чтобы заявить о себе, я обязан вступить в эту игру. Но на само проклятие боя мне как-то наплевать. Но зная, сколько хотят боя Хабиба и Тони, я чувствую себя говнюком. Но если бы я изображал, что мне плевать на этот бой, это было бы ложью. Хотя, с другой стороны, я буду рад сломать это проклятие. Как думаешь, как пройдет твой бой против Тони? Я очень долго был фанатом Тони. И он любит доводить бои до безумия. Бои его заводят. Чтобы выходить в октагон, как раз и требуется такое безумие. Чтобы тебе было комфортно. И могу сказать, что я такой же псих, как и Тони. Без этого нельзя быть великим бойцом. И я верю им, что это будет бойня. Будет насилие. Скорее всего, у меня потечет кровь. Надеюсь, он сломает мне нос. Я давно этого жду, чтобы можно было его исправить. Бой точно получится веселый. Были ли внесены какие-то изменения в подготовку перед боем с Джастином? Совсем нет. Я не беспокоюсь о том, что он делает. Смотря его бои, я заметил много дыр. Я ветеран этого спорта. И у меня 12 побед подряд только из-за поражения Джонсону. И в ближайшее время я не собираюсь проигрывать. Мой рекорд говорит сам за себя. Я победитель Ultimate Fighter. Турнир, на котором, чтобы стать лучшим, придется побить всех. И Гейджи это просто следующий. Гейджи хочет, чтобы ты сломал ему локтем нос, чтобы потом UFC заплатила ему за лечение. Ты выполнишь его просьбу? Просто он не хочет, чтобы я бил его по пузу. Вот и все. Как думаешь, он может об этом просить, чтобы ты наоборот этого не делал? Да нет, я не хочу говорить ничего плохого против Гейджи. Ему не просто так дали прозвище Хайлайт. Он топовый противник, но те, с кем он дрался, были моими объедками. Он одержал над ними победу, но они уже были сломлены. Все люди, которые выходили со мной в октагон после боя, сломаны как физически, так и психологически. И Гейджи не отличается от них ничем. Я не буду отступать. Отобью ему колени, локти и пущу кровь. Мы знаем, что у тебя много вариантов победить в этом бою, но какой вариант более интересен тебе? Каждый раз, когда я говорю о планах на бой, они обязательно сбываются, но в этот раз я не буду говорить. И мне все равно, кто и что там придумал. Я выйду и буду делать свое дело. У нас будет пять раундов. Если он меня выбесит, увидим. Этот бой будет за звание временного чемпиона, но, как я понимаю, ты не расцениваешь это так. Ты видишь, это как бой за полноценный титул. Так и есть. Иначе думают только простаки. И это не будет какой-то попыткой вернуть себе звание временного чемпиона. Мои преданные фанаты понимают, что меня нельзя было лишать пояса. Но все это произошло из-за толстоголового Хабиба. Он не хочет боя, и как собака убежал, поджав хвост между лап. Так же, как и Конор. Все они кричали, я следующий, следующий. Ну где все они сейчас? Они все сидят дома и прячутся за карантином. Твой бой против Гейджа не может быть плохим, так? Да, так и есть. У нас будет пять раундов, но если он меня выбесит, я погружу его на дно. Он хороший пацан, и я ничего против него не имею. Не зря его называют Хайлайт. Мы выйдем в октагоны, как всегда наш бой станет боем вечера. Я уверен, что Дана Уайт не ошибся. Тони ведет свои бои в определенном стиле. Так же и я веду бои в своем стиле. И я думаю, может произойти много всего. Тем более в самом начале боя. Кто-то предпочитает драться все пять раундов, кто-то нет. Тони будет драться в своем ритме. Но когда я его ударю, Тони пойдет либо за тейкдауном, либо даст мне пространство, в котором я буду способен контролировать все. Тони очень непредсказуем. Но я иду за испытанием. Мы лучшие спортсмены в мире, насколько я могу судить. И я обладаю очень хорошими навыками. У меня хорошие тренеры. И в ночь этого боя мой разум будет чист. На нашем уровне нельзя ошибаться. Тот, кто ошибится, заплатит. Как думаешь, как идеально провести бой против такого хорошего противника, как Тони Фергюсон? Любая идеальная концовка боя, как для меня, так и для моей семьи, быстрая победа. Мы хотим этого каждый бой. Но я готов к 25 минутам. Я рвал жопу на тренировках уже... Пять недель. Это шестая. Нам даже пришлось немного притормозить. Но я пахал как трактор. Я готов выйти в октагон и отработать. Если тебе дадут бой против Хабиба, чего ты будешь ожидать? Я скажу тебе правду. Я не думаю о жизни после 10 мая. Сейчас я думаю только об одном бое, который предстоит. Я об этом не думал, но всю мою жизнь я занимаюсь борьбой. Я хорошо защищаюсь от тейкдаунов. Я плохо туда перевожу, но... Меня тяжело уронить. И у меня есть дух. Это сыграет роль. Мой удар как грузовик. И драка это драка. Если бой с Хабибом будет, у меня будет план. На кону титул временного чемпиона. Это твой самый большой бой в жизни. Что это значит для тебя и какой у тебя сейчас настрой? Для меня это значит все. Это бой всей моей жизни. Это то, ради чего я работал всю жизнь. Это комбинация всех соревнований, которые я прошел перед этим. Я никогда не думал, что у меня появится такой шанс. Но, как видите, он у меня есть. Я на этом месте только потому, что люблю соревноваться и не отказываюсь от боев. Я выйду на этот бой и обязательно покажу себя. Даже если я не буду этого хотеть. Таков уж я... Такой я есть. Я занимался этим всегда. Так что я выйду на бой и попытаюсь потушить тоник, как делаю это во всех боях. Я обладаю определенным набором навыков. И мои ноги... Мои ноги ставят меня в такую позицию, в которой я вырубаю людей. И моя уверенность позволяет мне выполнять такие действия, которые другие люди боятся делать. Когда мы зайдем в октагон, там будет всего три человека. Это буду я, рефери, и Джастин Гейджи. Врать не буду, это будет потрясающий бой. Но я выйду туда и заберу свою победу. Моя готовность к этому бою максимально. Тони, ну зачем тебе это нужно? Зачем рисковать титульным боем, выходя против этого парня? Каждого, кто задает мне такой вопрос, я называю простаком. А все мои преданные фанаты четко понимают, зачем я выхожу на этот поединок. Я спортсмен и не собираюсь пылиться на полке, например, как Хабиб или Конор. Я называю Хабиба Тирамису, а Конора называю Макнаггетс. На понедельник Макнаггетс, на вторник Тирамису. А Гейджи достойный противник. Я люблю соревноваться. Я знаю три вида спорта. И я все еще нахожусь на пике своих сил. Не могу назвать Хабиба цыпленком, но он убежал, поджав хвост. И такая же херня с Конором. Только двое согласились принять этот вызов. Кого вы против меня поставите, мне плевать. И вы простаки, если считаете Гейджи психом.